Слава Украине! Привет всем от Полонского! Еще интересные апдейты из Израиля. Ну, смотрите, что происходит. Первое, это то, что исламский джихад и Хамас призвали 13-го числа устроить... Вот вы не поверите, вы просто слушайте это все. Это прямо новости из прошлого столетия. Устроить всемирный еврейский погром. Не больше, не меньше. Ну, это вообще уже нормально, да? Причем, что интересно, например, на Москве Путин, насколько я знаю, ни слова не высказался против. Как вам такое нравится, да? То есть, ну, понятное дело, что Хамас его союзники, но вот... Я просто хочу посмотреть, как израильское правительство после этого всего будет общаться с московским правительством. Мне просто будет интересно. Чуваки, которые полностью одобряют Хамас, чуваки, которые полностью одобряют исламский джихад. А исламский джихад и Хамас убивают евреев, более того, призывают к всемирному еврейскому погрому. Это просто охренеть, да? Вот хочу я посмотреть, как это общение с московитами будет происходить после этого всего. А, и, кстати, примет ли, я тут тоже не знаю, примет ли участие Россия во всемирном еврейском погроме? Потому что вот, ну, наверное, каждый, ну, все те, кто захочет принять это, я так понимаю, друзья всякие там, Хамаса и так далее. То есть, ну, вообще обалдеть, потому что, да? Вещи, которые... Ух... В то самое время, смотрите, в то самое время пойманные боевики Хамаса, которые схлопотали там пулю где-то или осколок во время боев. Те самые боевики, которые насиловали, убивали женщин, детей и так далее. Кстати, полностью напоминают российских солдат, которые у нас хозяйничали в Киевской области. Помните? Буча, Ворзель, Ирпень. Что они там творили? Правильно, насиловали женщин и детей, да, убивали, нарезали, нарезали, нарезали направо. То есть, смотрите, я таки не понял, кто, у кого из них научился. Хамас у российской армии или российская армия у Хамаса, не знаю, кто там первый. Но действовали они абсолютно одинаково и абсолютно идентично. То есть, ну, просто, как говорится, нет слов, да, братья-акробаты. И так, да, эти призывают к всемирному джихаду, ой, не джихаду, если бы это джихаду еще, к всемирной резне евреев. Вот, а эти лечат их в своих клиниках. Ну, правда, вот, министр здравоохранения Израиля обратился к премьер-министру с тем, чтобы боевиков Хамаса изъять из обычных израильских больниц вследствие, ну, я сейчас мягко выражусь, негативного, негативного отношения граждан Израиля к вот происходящему. Ну, посмотрим, изымут, не изымут. Я просто, как говорится, вам сообщаю факт, вот, что людям не нравится, что те, кто убивал женщин и детей, вдруг, значит, получают хорошие сервисы в хороших больницах. В каких не сказано. Окей, хорошо. Еще один интересный момент, Иордания подтягивает свои войска на границу с Израилем, а вот иорданские экстремисты заявили, что, по-моему, в пятницу они, а, пятница 13-ая, так тоже 13-ая, вот как раз те призывали к всемирному погрому еврейскому, а эти иорданские экстремисты сказали, что будут прорывать границу Израиля. Вот, и это, собственно говоря, видимо, это будет часть какого-то погрома, часть какого-то плана. Ну, я так понимаю, что Израиля, конечно, ну, этим тяжело смутить Израиль. Вот, он уже всякое видел, вот, но, мне кажется, Иордания не допустит таких вещей, и, скорее всего, армия будет предотвращать несанкционированные прорывы государственной границы своей собственной. Посмотрим, посмотрим, как поведется иорданская армия. Я категорически не верю, что она будет принимать участие в погроме или в анонсированном прорыве границы. Но, как говорится, это восток, дело тонкое, посмотрим, как это все будет выглядеть. Еще раз повторюсь, в это все я не верю. Короче говоря, ребята, сегодня что у нас там, 11-е, да? 13-го, судя по всему, будет крайне интересный день, крайне насыщенный. Вот, видимо, видимо, они знают, что в этот день или за день до этого Израиль будет заходить по-серьезному уже в газу. Но, видимо, как-то так они решили, ну, пока что я выскажусь так, сымитировать открытие второго, там, третьего и так далее фронтов. Поживем, увидим.